Здравствуйте дорогие друзья! Мы продолжаем очерки армянской истории. Сегодня у нас новые факты, даже религиозные факты. Армяне и греки испокон веков спорят друг другу, что они первые приняли христианство. Кто из них первым? Да, ну за первое принятие христианства они не просто спорят, они даже устраивают такие настоящие мордобои, драки в Иерусалиме, каждую пасху. А где они устраивают эти драки? Ну, Гробь Господня, конечно, самая святая. Внутри центра? Да, внутри центра, конечно, они там дерутся. Это не греко-римская борьба, это настоящая греко-армянская такая драка. Притом дерутся люди в рясах с крестами, там разные... Не преувеличиваете? Нет-нет-нет, католикосы там дерутся всерьез, не на шутку. У нас есть кадры, мы сейчас покажем. Посмотрите, пожалуйста. А какая драка, вот как я понял, вот это черные, это греки, красные и синие армяне. Армяне что-то молодые здесь, или прислушники, или какие-то там разные двухуровные армяне здесь есть, монахи, или там начинаешь, или заканчиваешь. О, смотри, и палестинские, евреи, еврейские, полицейские, палестинские, их как-то живой тепью хотят отделяться. Ну, я рос монахом, очень страшно. Шалин, наверное, такой накал с краской не видел, когда здесь Иерусалимская кун-фу здесь показывают. Ленин еще говорит, что религия опиум для народа, но здесь опиум, видимо, передозировал. Вот армяне стоят, вот говорят по рассказам, а на этот раз, черт его, ааа, какой драка, смотри, какой храбрый грек, конкретно кинулся в гущу армян, армяне его отбутузили, конкретно, а это как, что-то досталось ногой, наверное, конкретно. И вот здесь, черт его знает, что им не хватает. Обычно еврейская старая поговорка есть, если не знаешь из-за чего, сразу знаешь, что это деньги или секас. Ну секас, что там не хватает, что конкретно, каждый год они что-то устраивают. У-ху-ху, что там творится? Это между фанатами Спартака такой вещь, не-не-не, здесь фанаты Арарата и Олимпиака. Ой-ой-ой. Ну после этих кадров, Кемна, я думаю, что надо вот новый вид борьбы. Греко-армянская борьба. Ну да, да. Непременно условие. Участники, спортсмены должны быть в рясах. В рясах, да. Значит так, так как бывает в борьбе, да, мастер спорта, там, кандидат, то здесь должны быть епископы. Да. Мамахи разных категорий. И, конечно, самый высший регалий, это будет католикоз. Католикоз. Который, да, вот и руками, и ногами. Ну это уже по принципу UFC. Представляете, вот UFC, вот этот ринг, да, два католикоза, и кадилов, и крестов. По голове основной. Вот как здесь вот этот кадр. Как так в англ. Самое главное, по голове. Удар по голове. Бой с оружием. Но, всё это тоже ложь, дорогие друзья, потому что первое христианство армяне не принимали, Товарищи греки об этом, конечно, не знают. Просто спорят. Уже 1500 лет. Армяне выдают церкви, которые существуют на Кавказе за свои первые христианские церкви. И, типа, это они построили в IV веке, V веке и так далее. Но, на самом деле, здесь совсем не так. Вот это очень интересный случай. Вот как мы сейчас новый вид борьбы придумали, греко-армянской. Так вот, это тоже очень интересный факт. Не знаю, как назвать новый вид преступности, или очень древний вид преступности. Армяне украли целую, если не религию, то церковь. Да. У албанцев. На Кавказе, конечно, вы знаете люди, которые знакомы с историей Кавказа. Существовало государство Албания. Кавказская Албания, да. Уже в V веке они приняли христианство. Нет, в IV веке. Даже в IV веке они приняли христианство. Что же даже церкви, албанские церкви, которые сейчас армяне выдают за свои церкви. Да, норашинские церкви, удинские церкви. Армяне смогли уверовать россиян, что албанцы это вообще армяне. Да. Они никогда не были албанцами. И действительно христианство приняли настоящие армяне, которые тогда называли себя албанцами. Вот такой каламбур они изобрели. Давайте посмотрим по фактам. Был очень знаменитый историк, академик Арбели. Тоже, кстати, христианин. Как вы знаете, мы часто стараемся именно христианские, европейские источники полагаться. Так вот, он грузин, христианин, так сказать. И он говорил, что основатель албанского хачинского княжи. Ну, как его назвать? Если он армянин какой-нибудь должен быть имя. Ашот, Агран, что-то такое. Его имя Гасан Джалал. Его брат имя Захирья Насад. Хасан Джалал, тоже тезка была почти. Да, опять ваше тезка. Захирья Насад, еще другой Иоанн Атабек. Ну, Иоанн Атабек, это, конечно, не Иоанн Креститель, не Иоанн Грозный, а Иоанн Атабек. Совсем не армянское имя, конечно. Да, да, да. Вот французский, кстати, тоже, опять же, европейский христианский, значит, источник. Французский Кавказовет 19-го века. Сэм Мартэм писал о том, что братья и окружение Гасана Джалал относились к роду Ильдегизидов Атабеков в Азербайджан. Вот вам факт. Ну, давайте к тебе и Елизавете перейдем. Да. Даже во времена Елизаветы был указ, что все христиане Кавказа подчиняются епископату Ганзоцара. Да. Потому что центр христианства помещается в городе Ганзоцарская церковь, кстати. Указ от 1749-го года Елизавета I, и, кстати, не только Кавказа, но даже, в смысле, значит, христиан Григорианская вера Российской империи, в том числе, тюрки, армяне, Капчатки, Украины, Причинноморье. Да. Но потом смогли армяне оприходовать все церкви, абсолютно. Да. А григорианец, назвать все армянские церкви, украли целую церковь. Отдельный, значит, институт. И, притом, после этого начали говорить, что это они были первыми христианами. Это их церковь. Это их церковь. Вот эти все сооружения. Да. Ихни там храмы. Но еще стали утверждать, что эти албанцы есть армяне. Но, есть очень хороший факт. Опять же, русский философ, знаменитый философ, знаменитый церковный детик. Павел Флоренский. Очень известный в истории человек. По отцу он, значит, Флоренский. А очень мало кто знает, что сын, он албанки из рода Гюристанская, Мелик Бегляров. Конечно, армяне будут утверждать, что Мелик Бегляров это армяне. Да. Хотя не Мелик, не Бегляр это не армянский. Потому что Мелик от слова, армяне говорят, что это княжский, армянский роды. Мелик от слова Мюль, то есть владение, то есть имение. Мелким церковь. А Бейляр, конечно, понятно от слова Бейля. Тюркское слово, исходно тюркское слово. По отцу он русский, по матери Мелик Беглярова. И смотрите, вот кто же может знать лучше всего своего матери, его сына. И что он пишет? Карабахские армяне, письме к семье, кстати, 20 сентября 1916 года. Это ровно через 6 лет после того, в 1910 году, армяне уничтожили все албанские церковные архивы. И после этого уже, в смысле, они подумали, что все солидания уничтожили. Все-таки не смогли, наверное, уничтожить. И вот он пишет, что карабахские армяне, собственно, не армяне, а особые племя. В древности они назывались албанцами. А армяне зовут их, то есть армяне их зовут. Это уже не одинаковое народ, значит. А хаване сохранили особую наречь и нравы. И, кстати, про свою мать, когда Плоринский писал, говорил, что на ее нежелание сказать хотя бы слово по-армянски. Хотя именно она из рода Мелик Беглярова. Кстати, княжский род Меликов. «Хотя бы слово по-армянски. Говорить и читать об Армении или об армянах на равных, как и зайти хотя бы из любопытства или завести детей в армянскую церковь». Вот смотрите, ну, конечно, такую церковь детей не пустишь. Ну, там, конечно, могут ударить и по лицу. И ко делам. Борьба ко делам. Знаменитый историк пятого века, византийский историк Прокопий Кисарийский, тоже писал, что на Карабахе жили в пятом веке албанцы. Это древний народ. Он даже описывал их нравы, что у них нет интереса к политике, к военным делам. Но у них есть огромный интерес к веселью и к еде. Это пятый век. Но потом, уже 19-й век, армяне смогли уверовать всех, что албанцы – это, действительно, исконно армяне. Еще много воровства в Армяне. Например, вот такое… Символ веры, да? Самая большая притча, самая известная притча в Библии, в Корале, и вообще во всех до этого даже для них. Это притча Ноя. И, кстати, армяне говорят, что Ноя, в смысле, тоже армянин. Ну да, но он же прибыл в горе Арарат, древний горе Арарат, который у армян называется Масист. Почему-то до 19-го века Масиста, к персидским словам назвалось. Древний персидским словом Масист. Кстати, очень интересно. Мы сейчас придем к Ною, но мне нельзя здесь. Они считают, что Ноя такой древний армянин. То он предок или потомок, в смысле, Гайка? Нет, ну, конечно, после Гайка. После Гайка, да? Гайка – это вообще начало всей мировой цивилизации. Поп Земли, да? Ну да. А может, даже слово Гайка тоже от этого, это как бы скреп от всей мировой цивилизации. А, вот Гайка. Скреп Земли – это Гайка. Да, он после Гайка. Так вот, это притча знаменитая. Это Гайка – слово от этого Гайка, да? Ну да. От древнего Гайка. Но на своем корабле, вы знаете, что приплыл горе Арарат. Почему он приплыл туда? Потому что голуби на этой корабле принесли на своем клюве веточку… Оливковую веточку. Оливковую веточку, да. Организация Мира по заказу их на него он нарисовал. Не все знают, что предказали. Не сам придумал, он просто взял… Притчу от людей, конечно. Притчу от людей. И почему всем понравилось? И христианам, и мусульманам, и буддистам. У всех голубь – это символ действительно мира. Это действительно мирная птица. Вот кто наблюдал голубей, может видеть, что когда даже голубь, в смысле, конфликтует с воробьем, и то он уступает. Он не способен… И у многих народов мира, вы знаете, голуби держат просто для эстетического удовольствия. В Баку, даже сегодня, на крышах своих домов, люди держат голубей. Это особое сословие такое даже в Баку. Их называют душпазмами. Да, да. Они просто держат голубей, чтобы получать эстетическое удовольствие. Даже на русском языке слово «голубятное». Кстати, очень редкий случай, когда люди держат животных или птиц только в силу эстетического красоты внутри города. То есть, даже в России есть вот в фильме «Ликвидация » видно, как голуби держат в Одессе в 45-м году. Голодное время. Почему это голуби? Их именно только для красоты. И вот с этими голубями, как поступают армяне, которые якобы являются потомками, в смысле, чуть ли не напрямую от Ноя, и якобы являются первыми христианами, вот этими голубями… Так, получается, что голубь вообще спас все человечество? Да. Ну, человека ненавистничества, армян, конечно, известно. Но вот голубя ненавистничества, они приносят голубей в жертву. Богу. Причем в варварским образом. Каким образом? Они берут за ножки этого голубя и головой об стенку. Да. В своем храме. Да. И демернисят. Демернисят каждый голубь. Во время религиозного праздника, да. Но сейчас армян будет говорить, что мы опять смутим. Да. Будем армян шутим, нам утрируем все. Нет. Нет, нет, нет. Никакой шутки, никакого смысла клеветы. Об этом, кстати, писал знаменитый русский писатель, известный. И, кстати, очень большой армянофил Андрей Битов в своей книге «Уроки Армении» 1974 год. Это книга. Кто читал ее, может сейчас, если не читал, рекомендую. От начала до конца можете найти в интернете. И такой, знаете, дифферамба армянам появится. Но он вообще не критически относится к этому факту. Но этот факт описывает, что вот так, вот так. Так что, как эти люди, которые называют себя чуть ли не потомками, и как эти люди считают себя первым христианами, символ христианской веры, который воспринял весь мир, и мусульмане, и буддисты, все остальные, японцы, вот синтаисты, все голуби считают символ мира. И эту голубь, чтобы браться и головой об стенку, но до этого додумался. Действительно, не имеет аналогов. Ни один народ мировой цивилизации, ни один народ в мире не додумался до этого взять голубя за ножки и ударить об стенку. И, кстати, якобы в религиозных целях, якобы в целях отношениях. Так вот, дорогие друзья, сегодня мы привели вам еще факт из армянской истории. По-моему, эти факты сами за себя говорят. Следите за нами. В следующую среду у нас для вас новые факты. Товарищи армяне, не обижайтесь на нас. Это действительно все описано, все сказано. Так что мы с Туркельбей будем продолжать каждую среду. Адмирал Нюс, Туркель Сулейманны, Камран Хесельмин. Спасибо за внимание. До новых встреч.